Собрана здесь интересная экспозиция рыбок со всего мира. Так живых, так и не очень. Увидеть здесь можно и черепа, и крокодила. Дальше нашего города памятным затопленным кораблем. Будем проходить мимо, советую вам его сфотографировать. По задумке архитектора своим лицом памятник обрушен в открытом море. Установлен он в 1905 году в честь кораблей, которые были затоплены по волевому решению своего закомандования. А именно, адмиралу наснимался. И вот в этой акватории волнорезов тогда еще не было. В шахматном порядке было затоплено 14 кораблей. Из воды торчали мачты, и корабли неприятеля, оказавшись в таком искусственном лабиринте, были вынуждены снижать форт, и оказывались под перекрестным обстрелом бедни батарей. И посещать нашу фортку в мельчиков уже не находилось. Ихаря на стене за памятником были подняты с морского дна и безназотопленных кораблей. И, что интересно, город находился под немецкой оккупацией, был практически полностью разрушен, а немцы памятник не тронули. И он перед вами в том же виде, в каком был более 100 лет назад. И, что интересно, взорвался Николай Стервелин, чтобы крепость не досталась в рогу. Да, маску можете сфотографировать, если вам удобно. Потом мы ее еще увидим. Вот так она в рабочем виде. Конечно, это резко бывает. А справа у нас на берегу беленькое здание. Это спортивный клуб Черноморского флота. Интересно, здание построено своей формой, напоминает корабль, выходящий в открытое море. И при желании в нем можно увидеть палубу корабля, иллюминаторы и капитанскую руку. В самом здании спортивный зал, а вообще на территории есть и теннисный корз, и плавательный бассейн, то есть созданы все условия для занятий военнослужащими спортом. Военнослужащий, который был первым командиром эскадры, расположенный в Севастополе. Команада появилась несколько позже, по указанию адмирала Лазарева. Это действительно историческое место. По этой лестерке на причал спускались. И отправлялись на боевые корабли. Первая лица государства и адмирала все примем. Дальше справа Севастопольский морской лазар, и Севастопольская тома. Наверху золотой крестник. Это Владимирский собор, самая высокая точка Севастополя. Усыпальница четырех адмирала Лазарева и Столина, Корнилова и Натюбов. И внизу пошли военные причалы и стоянка кораблей. Это Севастопольский первый, это большой разведывательный. За ним стоит белый корабль с красными крестами, это военный госпиталь Минифе. На борту корабля четыре операционные каюты, подвешенные независимо от его корпуса. Что позволяет проводить некоперации высокой точности и флаги. На праздник Минифея здания с красной крышей, это бывшие лазаревские казармы. По истории знаете, корабли были деревянные, зимой они не отапливались. И личный состав в зимнее время проживал именно там. На сегодняшний день в этих зданиях филиал Масовского государственного университета имени Ломановского. Перед ней высокие экраны, это Севастопольский судостроительный завод. Завод «Ровесник» города, богатая у него интересная история, но на сегодняшний день на грани банкротства. И он находится в частной собственности у Порошенко и Афметова. Один из них президент Украины. Сюда уходит далеко большая Севастопольская арбузка. Протяженностью 2,5 километра, глубина по фарватору 15-16 метров. А мы с вами свернем сейчас большую Севастопольскую арбузку. Это самая большая естественная арбузка на Черном море. Протяженностью 8,5 километров. И начинается она от морских ворот. И уходит туда далеко-далеко вперед, в оконечности, говорит сынские ношиства, как анестезия и переливание крови. А также использовали гипсовые повязки и шин. Ну, в Ленисе это родина. Пирогово, Украина. В Мамильной Сыркутске открыт по течению Малзолен. Где он лежит за бальзамированным и точно так же, как Ленин Малзолен. В случае необходимости нанести ответственный удар по берегам Турции. Для Стамбула всего 470 километров. И на сегодняшний день этот корабль, самая мощная боевая единица на Черном море. Причем не только среди российских кораблей, а среди всех кораблей, всех лотов на Черном море. А справа от нас пункта угольная. Время, пока не придет помощь, может помочь себя постоять. Оборудована кромбалками, при помощи которых грузы в условиях открытого моря перебрасываются на борт военных кораблей. Следующие два корабля, Маны Курга, это бывшие рыбаки. В свое время их переоборудовали для управления бонным заграждением, о котором я вам рассказывал. Сегодня корабли не удел, обратно в рыбаков их никто возвращать не собирается. И корабли доживают свой век у причальной стены. Курга, это большой топливозаправщик, заправляет боевые корабли визерным топливом. Но в основном это персональный корабль для заправки «Плазмон-Россия». В глубине стоит два корабля «Черный мир». Маркировка МТ – это морской бухтир. Задача подобных бухтиров – оказание помощи кораблям в открытом море. Второй с маркировкой «Сдоль» – это два в одном. Это судно-бухтир и судно-спасатель. На 808-й, через один будет 801-й. Это два российских сторожевых ракетных теперь уже корабля. То есть с проектом ракеты предусмотрены не были. Но жизнь носит свои коррективы. И на сегодняшний день ракетное вооружение очень актуально. И прямо в Севастополе, в носовой части, корабли были довооружены четырьмя пусковыми ракетными установками. Дальностью полета ракет – 300 километров. А где так не парк что-то? Это не британский пласт, это гюзь корабля, который говорит нам о том, что корабли находятся в полной боевой готовности. То есть весь экипаж на борту ведется наблюдение за воздухами моря. И нужно совсем немного времени, чтобы выйти в море для выполнения поставленной боевой задачи. Посередине большой десантный корабль, в носовой части щелка. Две створки открываются на обе стороны, как обычные двери. Пускай от стопорей, либо они на воду выезжают боевые машины-пехоты или плавающие танки. И такой корабль на свой борт может принять до 12 единиц боевой техники и батальон морщинских ответов. До 801-го, два крана на берегу, в ту сторону уходит небольшая бухта Килин-Балка. И на берегах этой бухты российский завод по ремонту торпед и торпедных аппаратов. Они тут стелились, образовали мини-колонию. Так название родилось, прижилось и сохранилось на нашей жизни. Наверху поселка ряд Красных Крыш будет это ядерный институт. На его территории располагается действующий опытный атомный рядок. Там, где лыжка, его уплотная труба. Который здесь специалистов для работы на атомных электростанциях. И офицеров для прохождения службы на кораблях и подводных лодках, оборудованных ядерными рядками. В советские годы это было училище подводников. На справа от нас в берегу будет стоять 626-й. Новый корабль на Севастопрона пришел в день 15 назад. Чтобы средних анимов пока нет. Это ракетный и сторожевой корабль. Судя по ракетам, на его порту 8 ракетных установок. Дальность и полюборакет 250-300 километров. Пришел он североморский. Второй корабль транспортной судны. Дальность и полюборакет 350 километров. В носовой и кормовой части есть установки для запуска кроваток ракет. И в современной и короткерной измерения усталов. По каждому доступу по всем торпедных аппаратам. И на корме машина с дорогой обеспечивающей. По своей огневой боевой мощи корабль занимает третье место на Черном море. В носовой части стоит в авторе. На борту кораблей ПА-6 ракетных установок. Дальность полета ракет 200 километров. Эти два корабля принимали самое непосредственное участие в конфликте 2008 года у берегов Грузии. И они также спустили на морское дно несколько грузинцев с оружием. В следующем бою 953 кораблю чуть подставшим. На его борту всего 4 ракетные установки. Дальность полета ракет поменьше 120 километров. На 616-15 это последняя разработка Советского Союза воплощенная в жизни. И в 1990 году на вооружение россиян подпустило два однотипных ракетных кресла. Один всего теперь должен. Корабли считаются грозой авианоска. На борту каждого по возле ракетных установок. Дальность полета ракет 400 километров. Высота полета ракеты над водой до 16 километров. Обнаружить такую ракету, а тем более уничтожим, невозможно. В корабле выполнены катамаранного типа, два борта по бокам. Между катамаранами выставляется воздушная подушка. И эта машина способна развивать скорость до 50 углов или по-другому 90 километров в час. С подошел на расстояние выстрела, произвел взял, на огромной скорости ушел. Пока противник наносит ответный удар, корабль в зоне не достигает. От самолетов выставляется дымовая заветка, включается тепловая защита, которой корабли оборудованы. И самолетов корабли невидимы. Кораблям 24 года, аналогов впереди и последний. То есть Советский Союз был далеко к планете. Единственное слабое место кораблей, маленький бейзопад. То есть, отстрелявшись, корабль должен вернуться и довооружиться. Но зато выигрыш во времени, в скорости, простите, и, как следствие, в безопасности. А справа одна пустая причальная стенка. В ней 24 года стояли украинские корабли. Было их в Севастополе 25. Из них 8 боевых. Одна подвозная лодка Запорожья. Остальные корабли это вспомогательные. В первой пенсии от Севастополских событий. Эти корабли здесь блокировались с берега и с моря. Экифажи сопровождались на берег. И корабли сдавались под охрану военных россиян. Самим россиянам нежелательно было принимать участие в подобной процедуре. Мог возникнуть на здоровый конкурс. А там мы все делали сами. Обошлось довольно-таки все быстро, красиво. Никто особо не пострадал. До 8 часов мы с тормом взяли 7 украинских кораблей. На 3 оказали сопротивление. Остальные сдали в сбой. Был небольшой причал. Корабль мог подойти до вооружения. Причал войну пережил, а мирное время не удалось. Сторма его разбили. Восстанавливать никому не было дела. Да и сегодня вряд ли кто войсит. Но здесь равно тут не пройдет. Охранят боеприпасы для проведения праздничных колыбок и фермеров. Астрал открывается северная муста, но не располагается северная сторона Севастополя. И там за холмом хорошие песчаные пляжи и всплывка и ледяностость. Ввязана северная сторона в центральной катерной и паромной перепроводке. Катера, видите, у берега парочка штук стоят с разных сторон терпят. Астрала сейчас пройдет напряжь и морской паром. Перевозит и людей, и автотранспорт. Так, переправа от машины на пароме занимает всего 15 минут, а в объезд между двумя точками города более 40 километров. За поверной бухтой высокий полукруглый губ, голенький, наверху остроконечный памятник, установлен он бойцам 2-й армии, которая 9 мая 1944 года вышла на этот берег и освободила Севастополь. По зубам для архитекторов, чтобы вековечить год от воздания Севастополя, памятник выполнил высоту 19 метров 24 сантиметра. А ровно через год завершилась и великая церковная война. И для Севастополя 9 мая это двойной праздник. Войни, это великая лаверина или другими словами морская крепость. В Севастополе заширилась в 1840-го по 46-е годы, до 9 лет до начала Крымской войны. Комната, кто-то предчувствовал, что все это очень скоро приходит. При хвалу было построено 5 подобных сооружений. И я вам уже говорил, на нашем деле сохранилось всего 2,5 лет. В Михайловском проведении на сегодняшний день работает музей, где собрана экспозиция, посвященная всей истории Севастополя. Ослеженное оно в основном с двумя его героическими оборонами. Первая длилась 309-я, вторая 250-я. На берегу можете увидеть один из экспонатов. Это синий самолет. Это Як-36, самолет вертикального взлета. Немножко неудачная конструкция. Так, для набора высоты, самолет расходовал более 40% топлива на хозяйственных взлета. А тем не менее, это у меня забыли, что это синий самолет. Если стоили, то я дистанция города, услышали для выставки. Город у нас на автобусе поддерживает самочие традиции, и у нас очень ток, и выгнёжно стреляет ручка. Эта сушка располагается на территории Михаила Старого Ленина. Ревелин, такое новостное пришлось благодаря транскорту, когда французы подошли к дариганской астополе, форму крепосту приняли за форму подкола. И по-транскорту вроде бы подкола так и звучит. Название «Красивая» прижима сохранилось до наших дней. Хотя бы ящики его почему-то не любят. И вот попасть в музей можно на машине, вокруг из Термана, это уже 40-летний, или в зону для своих пассажирских катерцовиков по маршруту «Артилерийская путька», куда мы с вами возвращаемся. А там называется «Радио Город». Встает такое новостное, которое получило благодаря изобретателям «Радио Попол», который, находясь на берегу, испытывал свои первые запретения в кораблении расповодавшимися на рейдах. Финциальная первая связь составляла всего 20,5 килограмма. Ближе к морю еще одна крепость, в Константинской районе, в войне, как по теке, стоят ровные оружия. Все эти годы находилась под юридической россиян, и там располагалась небольшая воинская часть, которая занималась и занимается обслеживанием и эксплуатацией всех маячных знаков за внедельствием для автопоцкого форта. Морский флорок. Между ними 76 метров. Глубина там 20 метров, под нами 11. И вот естественная глубина наших буски, ширина створа морских ворот, позволяет любому кораблю, существующему в мире, зайти к нам в буски. Я попробую ответить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok